Продолжаем тему Хроник Спайдервика. Предыдущее видео ищите на канале. Всем привет! Вы смотрите видео с канала Важного Кота и в прошлом ролике по фигуркам от компании Irwin Toys мы рассмотрели положительных персонажей фильма Хроники Спайдервика. Это Джаред Грейс и Хоб Гоблин Пискун. В этом ролике мы рассмотрим антагонистов, фигурки на которые я возлагаю гораздо большие надежды, чем на эти две. Это непосредственно сам главный злодей фильма Огр Мульгарат и один из его главных приспешников Гоблин Красный Колпак. Фигурки обладают какими-то активными свойствами, то есть у них что-то двигается, что-то шевелится при повороте или нажатии на кнопку, как и у двух предыдущих. Напомню, что я покупал эти фигурки в интернет-магазине myshop.ru, ссылку я как обычно оставлю в описании. Но смотрите сами, цена на эти фигурки падает на этом ресурсе, то скорее всего говорит о том, что их осталось очень мало и идет распродажа. Поэтому вполне возможно, что когда вы смотрите это видео, ссылка уже недействительная. А начнем мы с красного колпака, предводителя шайки гоблинов. Вот это все, что было в данном наборе. Фигурка уже держит в руках все свои аксессуары. Это скорее какие-то палки или кости. Да, вот это больше похоже на кость. А в другой руке копье. Самодельное копье. Все это не окрашено, выполнено из гибкого одноцветного пластика. Больше никаких аксессуаров нет. Как отмечают создатели, они хотели показать насколько этот гоблин на самом деле старый. Именно поэтому его облачили в синюю униформу северян. То есть, якобы, он существует с того самого времени, когда в Соединенных Штатах полыхала гражданская война. Возможно, даже старше. Это единственный в фильме гоблин, который носит одежду. Все остальные бегают, можно сказать, голышом. Покраска данной фигурки не впечатляет, собственно, как и сама сборка. Торсы и руки выглядят расхлябанными. Все потому, что у этой фигурки есть вот такой вот механизм подвижности. Он может махать руками при повороте в торсе. Если руки двигать по часовой стрелке, то торс практически неподвижен. Если же против часовой стрелки, то обязательно дергается. Также их можно немного отогнуть в стороны. Как мы видим, при повороте торса также подгибается правая нога. Потому что вот здесь есть какой-то штырек, который позволяет эту ногу немного отгибать в сторону. Вот так вот казачьи пляски. Высота эта фигурка 11,5 сантиметров. Если честно, я не очень ей впечатлен. Производители не очень старались. Допустим, не покрашены кисти рук, хотя мы видим, что кожа у этого гоблина коричневая. Про кисти они абсолютно забыли. Не прокрашена складка. В общем, могли бы сделать лучше. И последняя фигурка из этой серии это Огр Мульгарат. Главный злодей, который обладал магией и мог превращаться в человека, в ворона, что и было предемонстрировано в фильме. Мульгарат это фигурка, у которой нет вообще никаких аксессуаров. Первая в этой серии. Но у него точно также имеются подвижные элементы. Я имею ввиду механизм. Это самая большая фигурка данной серии. Высоту составляет порядка 19-20 сантиметров. Выглядит в виде вот такого асимметричного, достаточно жидкого создания, у которого руки разной длины и грудные мышцы на разном уровне. В общем-то, это Огр. А на его голове и спине вообще находятся какие-то наросты, напоминающие обломки дерева. И здесь же, вот прям по центру спины есть кнопка, которая позволяет летать. А еще, если судить по картинке, ему можно сжать ноги и он повернется. Сомнительный такой функционал у этой фигурки. Ну а подвижными элементами является голова, которая не может повернуться на все 360 и вот небольшой вот такой угол вращения имеет. Руки, которые также, как и у предыдущего персонажа, могут двигаться по очереди, могут вместе, типа, хоп, давай-давай, двигай тело, отдыхай. Сгиб в локтях и такой же сустав, как и у мальчишки, как у Джареда Грейса в кистях. Весьма мрачная такая морда, чем-то напоминающая обезьянью. В целом, вот эта фигурка, наверное, самая лучшая в данной серии, хотя бы в виде вот такого монстра, Огра. К его покраске даже и придряться сложно. Лицо покрашено вполне аккуратно, выделены когти, ну а пятна на теле могут характеризовать естественный окрас этого существа. В любом случае, если вы собираете различных монстров для своей коллекции, я думаю, вот это неплохой персонаж, который мог бы пополнить ряды. Достаточно хороший скульпт, кстати, этой фигурки и вот это, наверное, самое лучшее приобретение в данной серии. Подытожу касательно всей этой серии. Цена, та, которая сейчас просит за них интернет-магазин myshop.ru, я считаю более чем справедливая. 150-300 рублей отдать за каждую такую фигурку, это вполне себе норма, за исключением, наверное, вот этого персонажа, паренька Джареда Грейса, потому что это, честно сказать, для меня лично фигурка сомнительна. Однако, если это берется не для коллекции, а для игры детей, то, думаю, им может даже понравиться такой нейтральный персонаж, которого они смогут использовать в различных играх, не только как персонажа именно этой приключенческой истории. Среди монстров, конечно же, выделяется именно самый главный злодей, Огр Мульгарат. Достаточно увесистая фигурка, если бы убрать из нее еще вот этот ненужный механизм подергивания руками и поворота, было бы вообще замечательно, сделали бы нормальные подвижные ноги. Кстати, нога-то у него двигается, одна, а вторая только вот делает из него неваляшку. На второе место я бы поставил Пискуна, а вот красному колпаку, к сожалению, я бы дал последнее место, хотя именно на этого персонажа я возлагал больше надежды. Фигурка оказалась не так интересна, по своему вот этому расхлябанному состоянию она напоминает, скорее всего, какую-то поделку из Фикс Прайса, да и покрас у нее подкачал. Конечно же, жаль, что создатели данной серии обошли стороной таких персонажей, как Домовой Портняшка, Грифон, Тролль, Сильфы. Если бы это выпускала компания Нека, то, скорее всего, было бы использовано больше людских персонажей, таких как сам Артур Спайдервик, брат-близнец Джаррида, Саймон и их сестра Мелори, девушка, которая виртуозно фехтовала. Мне кажется, это достаточно было бы интересно сделать персонажей, но, к сожалению, этим занялись совсем не Нека, этим занялись вот эти ребята из Ирвин Тойс и вышло всего четверо персонажей, которых мы с вами рассмотрели. Еще раз напомню, что ссылку я оставлю в описании. К сожалению, myshop.ru не гарантирует вам получение той или иной фигурки, все они представлены в ассортименте, поэтому, заказывая там, вы можете получить каждого из них, а заказывая сразу несколько, вы рискуете тем, что вам могут прислать несколько одинаковых фигур, потому что, к сожалению, myshop.ru нет возможности выбора конкретного набора с конкретной фигуркой. Вот такое вот печальное недоразумение, от которого этому интернет-магазину стоит избавляться, и тогда у него появится гораздо больше покупателей. Это лично мое мнение. Но на этом я закончу данное видео. С вами были персонажи из киновселенной Хроник Спайдервика и Важный Кот. Пока!